здравствуйте дорогие друзья зарубежные гости дамы и господа вообще хорошие люди все спасибо девочки мальчики люди добрые за комментарии я так всегда начинаю свой эфир я такая уставшая сегодня делала ходила дела и не сделала с двенадцати до пяти в очереди сидела паспортном столе и не получилось завтра в пол восьмого утра надо двигать все по сирену не работают это сирена за сиреной и последняя сирена была больше двух часов на улице люди все сидят там девочка с ребеночком с маленьким годовалым но девочка где-то ну где-то вот год и два год и три уже ходит вот она впереди меня и мы зашли уже всех поразгоняли кто сам ушел и мы уже зашли с ней и опять сирена и все мы ушли до завтра что творят сейчас уже и оля придет а я еще девочки знаете какая пора пора уже спать как пора уже в туалет идти омыщеные дилы вы поняли вы поняли поняли что я имею имею ввиду зашла там девочки в тупике четверки киоск взяла пару карташин сейчас пожаре внимание чего вчера ту а шума вчера готовила я а эти пирожки 0 забрала все я девочки даже пол пирожка не съела я вам честно говорить я буду чистить прям сюда мне пополам кто там будет что писать просто я сегодня устала как собака не сделала то что мне надо было сделать очень короче говоря вся на нервах вся на нервах уже даже сидела на лавочке пила каптопресс уже чувствую что у меня давление во первых по моему магнитные бури сейчас или или я не пойму еще на нервах все время в общем короче говоря все вам все рассказала вам особо сидела читала комментарии сидела отвечала на комментарии а потом возле меня подсела на улице уже женщина с отцом пришла что-то там тоже паспорт делают меняют чешу вот ну короче говоря боже девочки я я была куча надо было мне включить и снятию я вообще не понимала что она мне рассказывает и она мне два часа сидела что-то рассказывала я даже не знаю что у меня уже кружилась голова я не понимаю что она мне говорит я понимаю когда девочки можно разговаривать так про что-то про про какое-то общее что-то но когда мне начинают рассказывать о своих о своем о чем-то я не понимаю я понимаю а общем в общем сейчас нажарю картошки девочки с ним рождения вас всех у кого день рождения у кого какой праздник я знаю там не рождения я я я все помню я все помню у кого день рождения все особенно огромное спасибо за новые подписки девочки уже тридцать восемь тысяч спасибо вам огромное что подписывайтесь я просто не ожидала от себя что не вообще-то вообще-то ожидала я знала что у меня всегда все получится спасибо вам огромное низко кланяюсь всем девочки взяла вздуму принесла что было яблоки помните я вчера говорила сидела грызла яблоко девочки на лавочке уже и кушать хочется и все а вот зубов же нема зубы надо делать под яблоки но грызла сидела думаю сейчас как откушу как у какой-то раз кусок яблока да и зуб и зуб отлетит пол зуба переднего уже так старалась она очень короче шо говорит девочки шо ну вот это на старости лет все зубами вот так страдают почему человека на старости лет у всех у всех вот такое зубами мне девочки слышите эту папы друг был дядя саша художник я вам за него как-то рассказывал он маме там картину какую-то не какую-то а то женщина с виноградом нарисовал что хрен ел зуб ну прямо макал соль идет накопает хрена у нас он приходил когда в гости накопает хрена в солю маку макал его грыз укусит и че борщ и суп шо мама ему там выделить какое-то поэт поилочка короче говоря так у него все зубы были но это ему было тогда что он тоже еще был молодой да я а на старости лет я его не знаю как у него там но там девочки зубы были точно какой-то у артиста верника а то знаете тысяча зубов во рту и вот это у него такие зубы были атаку в основном же у всех зубы бедные мы люди на это животные так не страдают зубами как мы не ходите по тому кафелю эти уже наверное думали что я не приду корм на месте вода на месте у вас еда корм я вам еще раз повторяю куда пошел дик что вы туда все время ходите в ванну не дай бог вы там лапы задираете где-то я вас прибью тогда девочки вот так вот у нас и духа сейчас такая прикиньте он еще взяла порченую я не пойму это нового это я в киоске брала не в от и б там же ты бы нету рядом а мне уже не было сил хоть и просидела девочки на лавочке сидела больше двух часов на улице так потом еле стала еле подыбала вот так и жопа болела и ноги еле разошлась а представьте на второй этаж еще пошла а все так даже молодые встают и с ума сходят надо не сидеть так долго она сейчас ела телефон в руки очки на башку и смотрю так бедные люди по полдня время тратят и уходят я хоть рядом в девочки это же от меня рядом там три дома я уже я уже за паспортом побежала а люди приезжают и сидят вот так вот по полдня кошмар и сирена за сиреной но это ужас один что же это когда же это все за уже закончится что же от нас надо какая может быть уже я вообще не хочу ничего говорить и погода еще такая девочки солнца не было ну такое вот у пасмурно я вот сижу вот так вдаль гляну а у меня голова как закручена точно магнитные бури мне кажется или может на нервной почве знаете девочки сидишь же психуешь поглядываешь на эти часы что там до пяти прием а ты не можешь зайти никак только зашел побежал опять посидел полчаса опять повитрена тревога разблядушь вашу мать собачьи что вам это повитрена тревога никогда у вас не прекращалась а кто ее вот это сделал а а потом чтоб никого не клести а как по-другому по-другому никак две щеки хватит подставлять девчата хватит и одной я так думаю сильно тяжело о прохладно тут зашла девочки холодно ну как холодно не по ему как зимой но прохладненько хорошо сейчас на смальце нажарю картошки вчера как усняк соли доели бедрушки я забрала давно не сыну надо было я вам говорила а пирожки воля все забрала два она съела а остальные забрала я кусочек девочки надломила конечно пирожки вкуснятина женщина там писала я так обожаю девочки когда понимают по виду что это будет вкусно тесто какой девочки ну как на сырники было вы же видели муки мало оно было вообще вот такое все такое классное тесто творожок кефирчик сметана сливочное масло а ну скажите что плохо смалец девчата хотела девочки слышите только что ехала думаю наверно сделаю этих спагетти вот так с томатом чеснок есть в том думаю не хочу я хочу жареной картошки а не спагетти жареная картошка он огурцы свежие есть сейчас сядем на едимся то и все с белым хлебом девчата с белым хлебушком красота будет правда спагетти спагеттями так что девочки всем вам здоровья родненькие спасибо за ваши и особенно за комментарии за ваши судьбы что вы мне пишите рассказывайте я читаю кого смешно прям смеюсь я могу и слух посмеяться в кого что-то плохо поверьте я сижу плачу а как можно читать когда человек тебе такое может писать девочки женщины пишут как мужья поумирали уже по сколько лет и как до сих пор не могут поверить и тужат хорошие мужья значит были девчата значит хорошие сыновья были потом хорошие мужья правда я даже девочки не знаю права ли я сейчас сказала не ну девочки родители есть родители правда вот эта женщина шумы сидела что сидела мне рассказывала у нее дочка в германии там родила она к ней ездила в общем сама она деток любит годовалых нянчить ее брали ну нянчила она а поехала к дочке а дочка не разрешила даже подходить к внучке нормально говорит и орала на меня там и все она уехала от нее вот я говорю кошмар один я вот вам и дочки да говорит две дочки и сын говорит сын с сыном все хорошо у меня живет с ней все а дочки рванули куда 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 не хочется девочки ничего говорить за а лучше промолчать язык мой враг а сыном живет тут эту с отцом пришла что-то документы какие-то потеряли они в общем не знаю восстанавливают паспорта потеряли я не поняла что она мне говорила это тоже отца при телепала она такая где-то как я наверное а отцу восемьдесят с чем-то лет вот такой дядька вы знаете она рассказывает а он ей подсказывает слышит хорошо она же не орала стояла мы на лавочке так втроем сидели он слышит поправляет ее что-то добавляет вот девочки весело всем вот вам и дочки да мать приехала и внучку не разрешать не нянчить ничего не давала ребенка мне я чужих детей нянчу проходила сколько даже говорит девочка ну девочка не гритосочка с маленьким ребенком вот у нее мальчик был она говорит и то нанимала меня чтоб я смотрела за ребенком а ей работать надо у нас тут вот а дочи нет я тащусь так вот и там бы дочь как вы еще к маме прибежите и мама нормально никакая не алкоголичка ничего если бы я на нее все посмотрю нет ни бухаречка ничего чтоб матери не дать внучку понянчить вот это девочки самая вкусная еда да жареная картошка не 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 но я не думаю успею с утра пойду а на работу уже сон подождут у меня они все хорошие так что все подождут девчонки по жаре цибульку надо дать ему ой аж качает с голоду качает я с утра поела я сегодня девочки тоже слышите думаю так захотела что-то рисовой каши просто с маслом без ничего без всяких приправ просто соль и сливочное масло поставила дома в квартире я живу варись рака борща я пиду погуляю думаю нужно сварилась пошла девочки пригорелась так я сверху собрала так а горелая осталась кастрюльки я сразу замочила это уж потом пока чухалась аж мухалась подошла она уже это самое откисла так я вот рукой пошкрябала вот так ну вы знаете и помыла ёжиком вот и железной мочалкой отмылась а все то что надо а я иду девочки а в спальне не слышно что он уже горелым воня девочки не зря то я говорю если бы у нас был интернет в молодости мы ты замешни по выходу вот картошку тету рис прозевала рис прозевала ой хочу я на доски я трубки хотела доску взять я трубки цебула порежу так девчонки так так сейчас я цебульку сразу покрышу я люблю что сразу побольше цебульки хорош девочки у меня тут морковинка есть осё и морковинки и всю ногу покрышу я люблю морковку картошки так все гемчатка полная сковородка нарушу кусочек морковочки сейчас девочки извините пожалуйста ничего ну не у туриста я поела и все две ложки ну не две ложки четыре нашкрябала ничего больше не ела вот он надо чтоб худеть надо ходить по делам куда то девочки как раз на целый день в больницу пойдешь девочки в больницу пойдешь растуды твою мать придешь коридоре сидит три-четыре человека на полдня ну что не так заходят туда к любому врачу как будто там операцию делают по пересадке сердца вот так вот подолго сюда сидим ну скажите что нет паспортный стол пойдешь тоже самое в жеки в какие-то по вот этим каким-то делам тоже самое если где-то девочки это всю жизнь так уже электроны эти самые поставили и по талонам электроны а порядку нету он с Олей ходили тогда в этот пенсионный фонд уже электроны и все а все равно сидишь полдня в жаре в этой духоте вот это вот такая голова от всего вон уже и Оля идет я только говорю сижу что куда ни пойди кругом по полдня надо сидеть только говорю пенсионный фонд девочки всем привет я только включилась да а когда ты пришла только и пришла только пришла и не попала не попала так сирена же опять началась оттекайте сейчас же сирена есть только зашли два человека зашли и девка с ребенком просиделась как и я пришла где ну девочка у него год и три месяца уходит уже и она и я вы вдвоем остались и все а такие они работают до пяти полдня дизель지 не работают в двенадцатых а вот сиреном вот не работают а вот не работаютả же пенсионный работает вот даже пенсионный работает а они нет а они нет прикинь ходят гуляют туда и сюда за кофе сходили а то им плохо приходил 5 часа три-четыре часа в день если они работают то это хорошо почему вот почему ладно поначалу там они все было а сейчас что вот и она пошла с этим детем потелепалась а на лавочке я больше двух часов просидела потом встала идти я не могу идти а ноги оттекли лавочка твердо все я еле вот так поковыляла на второй этаж завтра с утра с восьми часов они начинают работать и четыре человека живая очередь если у тебя не будет талона ты никуда не пройдешь вот завтра надо пиликать в 7 утра стоять за талоном не за талоном живая очередь талона уже нет на завтра а сегодняшний мой талон он уже на завтра недействительный ну вот я все это же вышел начальник вышел вот что сказал говорит нет или живая очередь если вы успеваете или на завтра талонов нету о ничего не меняется и кто виноват не будем говорить а я шо говорю да можно свернуть на кого-то все поняли на кого вообще кошмар и всю жизнь куда не кинься кругом вот эти бюрократы до сих пор до сих пор еще и больше стало сделали и электронщину всю и все равно такое а эти все равно бегают папочками туды-сюды как пенсионном пенсионном фонде ты зайдешь на кошка фаре делаешь будешь сидеть три часа они ходят делают свои дела без очереди без кому-то что-то еще а ты сидишь вроде ты так долго тебя отпускают а ты в больнице а я только сказала каких больницах зайдешь три человека очередь я будешь полдня сидеть да как будто операцию делаю а зайдешь что-то скажут сразу на тебя такие глаза делаю да не поняла да а чтоб поняла в голову надо давать сразу чтоб было понятно следующий раз хотя вот так нервопатолог что-то долазила к этой забыла уже падла как его фамилия тоже как зайдут и не понимая нема 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 уже к двери подойдешь слышишь они там свое что-то хихикают разговаривают откроешь дверь скажешь можно уже заходить сколько можно говорить всего доброго по полчаса говорю вот я когда ходил к нервопатологи вот только до этого к врачу пошла после нее волчек думаю как его фамилия тоже сколько раз это клэм зала тут все болит я занята вы что еще не видели я я уже слышу что другие разговоры уже нет ни о болячка и сразу заходишь начинают хари свои кривите что-то начинает тяга как дат был то в лоб чтоб его откончился расстреливать надо да чтоб боялись потому что только надо что боялись а по хорошему никогда ничего не бывает только надо чтоб тебя боялись тогда тебя начинает уважать а когда ты вот это ходишь спасибо кланяйся тогда они еще хуже тебе а то хотят скорее сдыхаться и сделаю тебе все чтобы только больше не приходила воду не коломутила да так вот это квитанция я оплатила она только три три дня только действительно если ты за три дня не знаешь значит по новому плати прикинь вот сегодня день еще два дня а чего дают там они а сейчас паспорта там получают в исполкоме как и было а ты где тогда получала паспорта прописки здрасте в милиции в исполкоме мы сидели раньше ты уже прописывалась где бегала с паспортами ну а раньше было в милиции паспорта сто лет сто лет они уже давным-давно в исполком перенесли все паспорта в милиции уже никакого паспортного стола не давным-давно в десятом году еще был а сейчас какой ну я же говорю 14 лет тому назад то может быть был какой-то порядок там тоже всегда тут хоть место больше есть чем дыхать а там коридорчик это очень легче кругом кругом бардак вот бардак и никогда хорошего ничего не будет никогда за людей не считает нет даже эту с ребенком ладно я уже да пока вы а это с ребенком целый день просидела воде где ты не нельзя было ее взять даже сверху 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 посидеть до пол шестого чтоб ее взять хотя бы вы целый день бляди прогуляли вам мало погулять вы высыпались а выйти домой разъезжались а наверно все ходят за кофе купе курят кофе курят кофе курят работяги и так никакие не работяги а сейчас им еще лучше под сиреной о чем ты говоришь она сирена за сиреной сирена за сиреной как назову да так я двенадцать пошла ну посидела уже полчаса вот это пока заплатила пока родит талон дали мне все и сирена вышла минут сорок около часа было опять только зашла и опять на два часа два часа было идет ой полпятого уже и опять только посидеть только зашла думаю фу может все-таки успеем еще этот начальник вышел говорит ну сидите лет успеем так успеем а что вы не успеете вы блять возьмите от на час продлевайте на час до пяти так уж не работали целый день так берите до шести хотя бы те люди у которых талоны уже есть а был талон у меня и у этой девки и больше вообще не было людей даже все порасходились так посидите полчаса еще падали мы же просидели пять часов вас прождали вот так вот таких этих самых порядка никогда не будет ни в больнице главное людей ни в каких исполкомах никакое положение никакое вот есть какое-то что там кто-то кому-то вошел даже с ребенком не взяли я же ладно я уже папа поплелась за ты най возьмите она целый день с ней памперс даже не меняла ей а так вот а шо они они боги а мы кто мы швали ты шо у них такие такие у работы а мы их кто бери огурчик мой горчичку эту горчицу банки работают все работают все работают все что это такое я не знаю метро не работает ну ладно метро там да там селожи высокие там мало ли шо этот и горчицу потом сейчас заберем дафи не работает ашан и все дафи работает а только ашан не работает отдел ашана а все вот эти вот все второй этаж все вот эти ювелирные одежа вот эти рашены шмашены все это работает а ашан ашан не работает шо у вас там такого картошка рассыпется ничего людей не исправляет ничего не делает людьми нормальными все собаки какой сегодня день был да люди про торчали девку эту с ребенком чтобы она завтра уже не шла она переселенка ей надо был паспорт я пошла давай на горчицу возьми най майонез возьми сумку на войну сейчас я буду варить борщ да ну не сейчас я даже не в тупике взяла сумку эту субери это я золушу взяла яблоки он грызла сидела думала щас и зуб отпадет уже ж кушать хотелось а я хотела девки той я не знаю тоже она с ребенком я не видела чтоб она ее кормила что она вот это с ней просидела ничего не ела в телефоне сидела все время балдела я уже хотела кусочек хлеба сказать на ребенку хоть кусочек хлеба все девочки посолила уже картошку девочки я права скажите никогда не было чтоб ты пришел вот тебе надо да прописка например да и ты пришел паспортный стол за прописка всю жизнь начиная как паспорт мы получали в 16 лет помните маленький очень маленький с маленькими фотографиями вот эти серые паспорта все одинаковые были при союзе у всех паспорта 16 лет а сейчас 14 лет детям паспорта уже получать надо но еще ребенок ему уже паспорт лепят вы слышите мы в 16 лет получали паспорт и вот это как пошло 16 лет эти с паспортами то с прописками и по сегодняшний день ничего не меняется поменялось все все да поменялись работники поменялась аппаратуре вся поменялась адреса даже поменялись а вот это все не меняется чек заходит в этот ад и он там должен сидеть целый день вы поняли я вот когда-то вот оля когда прописывалась последний раз я не помню в каком году тоже ходили ярко с ней ходила мотались а там надо заплатить девочки возле этих банкоматов специально на они поставили банкоматы специально по не по них платить вот люди не понимают ничего кого-то просить эти звать никто это кошмар терминалы совсем другие не такие как вот это мы можем подойти заплатить там за коммунал куда совсем другой терминал ну так ставьте там человека значит что же люди не понимают бегают с ума сходят какую-то мало молодежь даже не понимала мы соли и мы пошли в банки заплатили потому что у тут ничего не на эти вопросы балалайку понимаешь даже что тебя спрашивают мы бегали приват-банк заплатили потому что там быстрее будет хоть и надо было две остановки прочухать но зато мы сразу заплатили а там хрен поймешь деньги кинешь и аминь они сделают все для себя как они думаешь усе понимают откуда понимают от старики подойдут я думаю девочки это у всех так не только у нас какие-то электронные ладно электронная очередь да люди приходят талоны берут там вот на восьмое на девятое дают талоны вот сегодня да а под сирену они придут свое время и уже в общем они не прошли а а тем уже у кого-то он тоже был уже на другое время время сдвигается и там вот это начинается ор этот ор ой девчата мой барда не дай господь вот у молодцы у телы к вы удрали в леса поля зато они не узнали вот этого всего не дай господь дали кусик то вы счастливые все девочки картошка пожарилась извините за все но я права будьте здоровы дай господь